Итак, дорогие друзья, буквально через 30 секунд мы объявим в Калининграде полдень, а это значит наступило время, наступило время выйти в эфир. Сегодня у нас эфир специальный, сегодня 9 апреля 2020 года, исполняется 75 лет с того момента, когда пал город-крепость Кёнигсберг, завоеванный войсками Третьего Белорусского фронта, когда была подписана капитуляция Кёнигсбергского гарнизона. И сегодня к этому торжественному событию, к сожалению, мы не можем выйти сегодня на улице, возложить венки на мемориалах и у памятников солдатам Красной Армии. Поэтому мы будем рассказывать об этом великом событии для нашего города, потому что это действительно так для всей послевоенной истории нашего города. Это огромное событие. Будем рассказывать на специальном эфире. И сегодня на этом эфире мы с вами будем в компании нескольких экскурсоводов. Я сегодня выполняю функцию, в общем-то, такого модератора и зачинщика. Сегодня у нас в эфире будут пять экскурсоводов. Один из них будет присутствовать с нами виртуально. Это Валерий Дмитриев. К сожалению, из-за невозможности произнести свой текст в эфире по причине болезни, Валера смотрит нас сейчас, и его текст будут рассказывать его коллеги. А Валерий Дмитриев, Ирина Звягинцева, Татьяна Буланенкова, Татьяна Бурдужан, Варвара Лалека будут по очереди работать для вас в сегодняшнем эфире. Ну, а меня зовут Татьяна Удовенко. Я думаю, уже многие из вас это знают. И вот такой задел, зачин к сегодняшнему эфиру, буквально двухминутный, мне бы хотелось сделать, прочитав вам стихотворение поэта-фронтовика Евгения Зиборова, которое как раз и отражает вот всю суть происходившего тогда в далеком 1945 году. Четыре дня война мела в глаза кирпичные ржавой пылью, и отгремела, и ушла, оставив смрадный запах гнили. Собаки вродят, хвост поджав, от баррикады к баррикаде, и жрет в порту разбитым ржа судов затопленных громады. Иду, гляжу то вниз, то вверх, а мысль в висках упрямо бьется. Не думал, видно Кёнигсберг, что и его огонь коснется. Гремит на шпиле кирхи жесть и тянет сыростью балтийской. Ну что ж, отныне Кёнигсберг, передний пост земли российской. Итак, дорогие друзья, мы с вами начинаем эфир. И первым в эфире наш замечательный друг, коллега, экскурсовод Ирина Звягинцева. Ира, тебе слово. Ты слово. Подключайся. Добрый день, дорогие калининградцы. Поздравляю всех с праздником. Штурм Кёнигсберга был решающим сражением восточно-прусской операции. Это был венец славы, героизма и доблести войск бойцов Третьего Белорусского фронта. Самая восточно-прусская операция началась 13 января 1945 года. У бывшего Гумбинина, сейчас этот город называется Гусев, начался штурм Третьего Белорусского фронта под командованием генерала Черняховского. Его вы видите сейчас на ваших экранах. Днем позже, 14 января, начинает штурм Второй Белорусский фронт под командованием маршала Рокоссовского. Это произошло в севернее Варшавы. Третий Белорусский фронт победно, пройдя по территории Восточной Руси, завоевывая населенные пункты, одерживая многочисленные победы над фашистскими войсками, подходит к предместью Кенигсберга и в городе Виллау. Его взяли 23 января 1945 года. Делается макет штурма Кенигсберга. Планируется штурм города заранее. Макет делают в масштабе 1 к 3 тысячам. На нем точно изображены все фортификационные укрепления. Валы, рвы распределяются нашей силой, силой Красной Армии, направления, с которых будут наступать наши армии на Кенигсберг. Но трагическая случайность. Генерал Черняховский трагически погибает 18 февраля 1945 года у города Мельзак, в 65 километрах южнее от нынешнего Калининграда. И командование поручается маршалу Василевскому Александру Михайловичу. Под его руководством, под его командой и происходит победный штурм, или, как его сейчас называют, героический гениальный штурм города Кенигсберга. 6 апреля начинается штурм силами трех армий. С севера наступает 43-я армия генерала Беловородова и 50-я армия генерала Озерова. А с юга именно встречу на город движется 11-я гвардейская армия генерала Галицкого. 39-я армия генерала Людникова отсекает земландскую группировку от Кенигсберга, помогая трем армиям в победе в этом штурме. 7 апреля вот по улике Прегель, которую вы сейчас видите, все мосты немцы, уходя, отступая, сожгли, взорвали, форсируют реку Прегель бойцы 11-й гвардейской армии и продвигаются на север. И здесь же 8 апреля 45-го года в районе нашей улицы Вагоностроительной они встречаются с передовыми отрядами 43-й армии генерала Беловородова. То есть круг вокруг Кенигсберга сжимается, кольцо образовалось. К вечеру 8 апреля 45-го года кольцо сжимается почти вдвое. Чуть-чуть оставьте эту картиночку, пожалуйста. Кольцо сжимается вдвое. И 9 апреля последний комендант города и крепости Кенигсберг, генерал Отреляш, понимает бессмысленность дальнейшего боевого соперничества с нашей Красной армией. Он сдает город, капитулирует. Над городом взимаются красные знамена победы. Штурм закончен. При штурме Кенигсберга погибло 3700 наших солдат и офицеров Красной армии. 10 апреля 1945 года в Москве дают победный залп в честь 3-го Белорусского фронта из 24 залпа артиллерийских орудий. Но город достается вот в таком состоянии, как вы видите сейчас на фотографии, перед советским командованием встает сложная задача, не менее сложная, чем штурм крепости, наладить в городе мирную жизнь. Создаются комендатуры, создается специальное управление по работе с гражданским населением, ведь по данным Ляша в городе и в предместе города на момент штурма находилось 110 тысяч гражданского населения. Но основной задачей командования все-таки была задача достойно захоронить тех, кто пал, кто останется лежать здесь, в немецкой земле, и никогда не вернуться домой. И поэтому среди бывших танкистов, артиллерийстов, связистов, пехотинцев, ищут бывших архитекторов, скульпторов, художников, поэтов, потому что им ставится задача создать над захоронением такой памятник, который остался бы в веках, а память о павших бойцах осталась бы у советского народа в веках. Ведь памятник – это камни, которые сохраняют память. Была создана творческая группа, в которую вошли московские скульпторы Нанушьян и Мельчаков. В эту же группу вошли и литовские скульпторы под руководством скульптора Метенеса. Создается проект. Проект мемориала, в который входят три части. Обелиск, вы его видите сейчас на фотографии, и две скульптурные группы – это скульптурная группа Штурм и вторая скульптурная группа Победа, а также мемориальная стена с четырьмя надгробиями. Одно из надгробий под склоненными туями, вы и видите сейчас на фотографии. Проект был утвержден 8 мая 1945 года командующим 11-й гвардейской армии, который подписал приказ номер 0255 «Приказываю соорудить в городе Кёнигсберге по утвержденному эскизу проекту памятник и произвести перезахоронение трупов погибших с дивизионных кладбищ и с населенных пунктов. Командирам частей и начальникам учреждений к выделению людей на строительство отнестись со всей серьезностью и выделить лучших специалистов. К работе по сооружению памятника приступить немедленно, о ходе работ докладывать каждые два дня». Гвардии полковнику Бевзо было поручено строительство памятника, но перед строительством нужно было выбрать место и выбрано было место на живописном валу на улице Тевтонского ордена. Сейчас эта улица носит гордое название «Гвардейский проспект». Была определена площадь, в которой сначала произведено было захоронение воинов 11-й гвардейской армии, 1200 воинов. Правда, их сейчас там больше происходили перезахоронения уже в поздние времена. И работа началась 15 июня по созданию вот этого обелиска, а 30 сентября они были закончены и состоялось уже, состоялось открытие. Вот оно, вот эта фотография 30 сентября, хмурым утром, и в этот день торжественно открыли первый в нашей стране, в СССР, монумент в память о погибших в Великой Отечественной войне воинов. В этом же году, чуть позже, после Московского, состоялся и парад. Принимал парад, как вы видите, генерал Галицкий, командующий 11-й гвардейской армией. Годом позже, рядом, по левим сторонам от обелиска были поставлены те самые скульптурные группы «Штурм и победа». За скульптурную группу «Победа» архитектор Микенос получил этот штурм и победа за вот эту скульптурную группу архитектор Микенос получил сталинскую премию в 1947 году. Позже была закончена мемориальная стена из устированного камня, поставлены четыре надгробия, два бюста бронзовых с героем Советского Союза Гуеву и Полецкому и два обелиска героя Советскому Союзу Сергееву и старшиней службы Елене Ковальчук. В 1960 году перед обелиском зажигают вечный огонь. И вот к этому огню вы видите перед обелиском вечный огонь, и вот к этому огню мы, калининградцы, пойдем, как ходили и раньше, каждый год, 9 мая. Пойдем. После парада победы, калининградские семьи в полном составе с цветами идут, чтобы разложить цветы сюда, к обелиску, постоять молча и отдать последнюю дань, отдать дань тем, кто погиб в Великой Отечественной войне. И мы уже формируем также бессмертный полк. Бессмертный полк будет состоять из фотографий наших родственников, фронтовиков. Вот таким образом моя семья уже подготовилась к параду и к прохождению в бессмертном полку. И хочу немножко рассказать о моем папе. Он в парадном кителе с орденами, с медалями, с задницей Владимира Сергеевича. Он воевал ровно 3 года. С мая 1942 по мая 1945 года. Закончил свою службу в армии в звании полковника, был награжден. И, как у каждой калининградской семьи, которая имеет уже не менее 4 поколений, здесь нерожденных, но проживающих 4 поколений, есть у нас такая шкатулочка с сокровищами. Это награды. Награды наших фронтовиков. Что касается моей семьи, то этим сокровищем сейчас обладаю я, как самый старший член семьи. Покажу вам несколько наград. Орден Красной Звезды. Вот он, вы видите. Вы видите, что один уголок, один луч у звезды повреждён. И здесь есть механическое даже повреждение. Мы рассказываем своим детям, внукам, правнукам, Звягинцеву Владимиру Сергеевичу, о том, что это, скорее всего, осколок, который и орден сохранил, помог сохранить жизнь. Вот нашему военному, нашему любимому отцу, дедушке, прадедушке. Вот орден Отечественной войны. Тоже видно, я надеюсь. Ира, я тоже покажу. Вот мы с тобой синхронно покажем. С какой гордостью мы это делаем. И покажу две медали. Это одна из них, медаль за боевые заслуги. Ира синхронно. Ира синхронно. Да, медаль за взятие Вены. Закончил папа. Ну, в мае 1945 года и последний штурм в апреле 1945 года. Это был штурм за Вену. Вот такой медаль. Хочу сказать, что в этой страшной войне он нам рассказывал очень мало. Мы просто знаем это из книг, фильмов. А настоящие френдовики об этом молчают. Подробнее о наградах в период Великой Отечественной войны расскажет вам моя коллега Татьяна Болоненкова. Ира, спасибо большое. Ира, спасибо большое. Приключаю Таню. Приключаю Таню. А я пока покажу, пока Таня выходит в эфир, вот такую награду. Да, здравствуй, Таня. Это та медаль, которую получил мой дед, потому что он заканчивал свою войну уже на других рубежах, на Дальнем Востоке. И вот такую медаль ему вручили за победу над Японией. Именно там, в сентябре 1945 года мы закончили войну. Таня, приветствуем тебя в эфире и продолжаем рассказ о наградах. Да, добрый день. Я всех приветствую. Тоже присоединяюсь с поздравлением с праздником, который для нашей земли начинается с 9 апреля, а вообще мы уже упоминали 6 апреля. Мои коллеги закончили и передали на орденах Отечественной войны. И я хочу рассказать, что в наградной системе Советского Союза до мая 1942 года не было наград, которые вручались бы за конкретные боевые действия на поле боя. И положение на фронтах было сложно, и было принято решение о том, чтобы разработать эскиз ордена, который был бы символом того, что страна ведет священную Великую Отечественную войну. Народ сражается не только за свою территорию и свободу, народ сражается за свое существование. И таким орденом 20 мая 1942 года как раз первый орден стал Орден Отечественной войны. Он был вручен, был более миллиона человек, его получили, и этот орден стал самым известным и уважаемым в нашем Отечестве. Но лето 1942 года оно было не менее сложным. Враг вышел на берега Болги, враг рвался на Кавказ, и нам нужны были уже новые символы. И стало востребованы имена Александра Невского, Кутузова, Суворова. Стали возвращаться к традициям русских военных, к традиционным русским военным историческим символам. И следующий орден, который вы сейчас видите, это орден Александра Невского. Он был разработан архитектором Телятниковым Игорем. И архитектор, не военный архитектор, он был по своей специальности, не побоялся обратиться к наградной системе имперской. За основу взяла имперская звезда, и на нее наложена конечная наша звезда. А также мы видим еще боевое оружие древних русских воинов. Если присмотреться, сверху это мечи... Секиры, да. Да, это Секира, а внизу колчан со стрелами и также мечи. А что же в центре? А в центре это такое было необычное решение. В то время в стране с огромным успехом шел фильм Александр Невский в роли которого был Николай Черкасов. И вот Игорь Телятников взял образ Николая Черкасова в образе Александра Невского и воплотил вот этот образ в центре ордена, который мы сейчас видим. В разработке всех орденов принимал участие Юсиф Исарионович и вождь всех народов без единой помарки принял этот орден. Об этом ордене еще хочу сказать два слова. В этом году ордену исполняется 295 лет. Это единственный орден, который был в наградных системах Российской империи, Советского Союза и нынешней нашей страны. Наряду с этим орденом в один и тот же день 27-го 29-го июля 1942 года были учреждены еще два ордена Суворова и Кутузова. И 28-го июля был приказ издан «Ни шагу назад». И я считаю, что это такая трогательная символичная связь между приказом, которым было сказано «Ни шагу назад», которым было сказано народу о той правде, которая существовала во время сложившейся ситуации и ордена, которые являлись верой, верой и надеждой в победу. Вот такая символичность была заложена летом 42-го года. В 43-м году в ноябре был учрежден орден Победы. Это высший орден страны. Вручался только маршалам и генералам других стран. 16 кавалеров ордена Победы на сегодняшний день не знаем. Это очень дорогой в нашей стране орден, дорогой и для сердец, и в ювелирном отношении это единственные ордена, которые необходимо сдавать, и мы можем их посмотреть в музее Великой Славы в Москве и в госсохране они хранятся. Маршал Василевский, имя которого сегодня вы уже слышали, был дважды награжден орденом Победы. И следующий орден хочу показать, потому что наряду с орденом Победы в один и тот же день был учрежден орден Славы, утверждая орден Победы, Сталин сказал, что победы без Славы не бывают. Вот этим орденом Славы трех степеней награждались солдатский и офицерский состав армии. И если вы обратите внимание, можно переключить туда и обратно, сердцевины этих орденов абсолютно одинаковые, это было сделано намеренно. Таким образом заслуга в Победе была приравнена и простого солдата, и наших прославленных маршалов. Ну а что же еще, следующая у нас есть награда, которую мы хотели поговорить, это за взятие Кенигсберга. Это единственная медаль, которая была учреждена за взятие конкретного города, а не за освобождение или за взятие какой-либо столицы. Вы видите, 10 апреля 45-го года на обратной стороне медали, а мы сегодня празднуем 9-го апреля. Да, 9-го апреля была подписана капитуляция, но окончательные боевые действия продолжались еще 10-го апреля и закончились 10-го апреля, поэтому отчекаменная дата, она вполне соответствует реальным событиям, которые происходили на этой земле. Я хочу отметить, что 760 человек были награждены медалью за взятие Кенигсберга, и сразу хочу оговориться, что в описании награды было сказано, сейчас прочитаю положение о награде, что медалью за взятие Кенигсберга награждаются военнослужащие непосредственного штурма в период с 23-го января по 10-е апреля 1945-го года. И сразу же от этой темы перейду к следующей своей теме сегодняшней, и хочу сказать о том, что перед штурмом Кенигсберга здесь в течение многих месяцев велась разведка, закидывались разведывательные группы, диверсионно-разведывательные группы, не совсем полностью виден памятник, но сейчас я вам расскажу, и будет повод приехать его посмотреть, я думаю, что мы выложим фотографии. Куда-то картинка ушла, сместилась вдруг. Да, мы вчера честно репетировали, и все-таки эта картинка у нас немножечко сместилась. Да, не видно нам, памятник посвящен разведгруппе Джек, нам не видно командира, одного из первых командиров, он погиб через три дня после того, как группа десантировалась на территорию Калининграда, извините, в Восточной Пруссии, а также изображена радистка Анна Морозова, герой Советского Союза. 10 человек было в группе, все они перед этим были разведчиками на территории временно оккупированной фашистско-немецкими захватчиками на территории Беларуси, но я хочу отметить, что здесь для них, конечно, было гораздо сложнее, потому что здесь не было проводников, не было связных, не было партизан, которые могли обогреться и накормить, им приходилось абсолютно все свои вещи и продукты, которые у них были, а потом не были, носить за собой, а задачи были поставлены просто колоссальные, необходимо было установить наблюдение с железнодорожными и автомобильными дорогами, необходимо было вести абсолютный учет и выяснять, какая пропускная способность у этих дорог, о линиях связи, о таких вот долговременных сооружениях оборонительных, как Ильменхорст, так оно произносится, Ильменхорст, да, которая протянулась от советского Тильзида, от советского нынешнего, от города Советска, бывшего Тильзида, до южных границ на юге, до Мазурских озер, огромная оборонительная система, наша армия преодолевала и 250 километров, преодолевала три месяца, и это еще при том, что была уже описана эта система, в чем она состоит, также было описано такие, нет, были найдены дислокации, сейчас подсмотрю, немножко что-то стало волноваться, потому что, наверное, жилась в образ, как сложно жилось с нашим разведчиком, они узнали, открыли и сообщили в центр о том, что здесь есть секретные аэродромы с современнейшими мистершмиттами, а также дислокация танковой дивизии Герман Магеринга, 12 тысяч человек, 120 танков и 80 орудий, разведгруппы было много, но многие из них были, у них судьба трагическая, или расстреляли в воздухе, или приземлились на водные поверхности, или в места дислокации войск, а также хочу отметить, что система оповещения немецким населением о том, что кто-то есть в лесу, а также оккультурные леса восточной Пруссии создавали определенные сложности для того, чтобы здесь разведгруппы могли существовать, и хочу вам сказать о том, что разведгруппа «Последний бой» закончился как раз тем гибелью Анны Морозовой, она успела убрать все шифры и подорвать последние гранаты себя и приближающихся фашистов. Этот подвиг мы узнали уже в 60-е годы, когда о виде горчаков и поляк Яна Шевановский опросили свидетелей этого события, описали его в книге, по этой книге вышел фильм «Вызываю огонь на себя», для нас многих это известный фильм, и благодаря этому в 1965 году уже посмертно Анне Морозовой было присвоено звание Героя Советского Союза. Я тебя на секундочку прерву, потому что есть замечательная книга «Лебединая песня» как раз о Видео Горчакова. Еще не сказала? Еще не дошла? Да? Еще не дошла? Хотела бы 2 минутки у тебя еще. Да-да, все перечислить. Так сложилось, что группа в сентябре разделилась на основную из 5 человек и санитарную из 2 человек. Командир принял решение, тяжело раненый должен был покончить жизнь самоубийством, но принял решение 2 человека, один его сопровождающий. Они остались без связи с центром и много месяцев выполняли свою трудную задачу. Они установили контакт с немецкими антифашистами, с советскими военнопленными, которые работали на укрепление оборонительных сооружений, тщательно перепроверяли все данные, которые они получали и в январе 1945 года соединились с 39-й армией, пробыли в штабе армии до тех пор, пока шло наступление на Кёнигсберг и все свои данные сполна отдали по назначению. Один из тех, которые были в санитарной группе, это с таким необычным именем человек, Наполеон Редевский, он написал «Парашюты на деревьях», Горчаков как раз написал еще «Лебединную песню». Наш писатель Иванов написал «На краю пропасти». Юшкевич самый молодой и юный Красноармия с 15-ти летней на то время винищий, здравствующий и постоянно приезжающий в Калининградскую область не только на праздники. В 2005 году уже написал книгу «Увидеть в Руссию и умереть» легендарная разведгруппа Джек. И я хочу сказать, что разведгруппа Джек в силу своей высокой результативности и достигнутой своего врага живучести заслуженно возведена в статус одной из самых легендарных советской военной разведки. И если верить в силу массовой информации зависит на вам близкий каталог лучших разведок мира. Я приглашаю вас на нашу землю и для вас это будет удивительное открытие, насколько наша земля связана с цвала русского воинства. Потому что памятники группе Джек у нас существует не только в Калининграде, но и по Калининградской области. И я горжусь тем, что за одним из памятников ежегодно я ухаживаю так же, как вместе со своими друзьями поляками мы выезжаем ухаживаем за памятником посвященным концлагеру Хохенбрух и совершенно рядом как раз то место, где приземлилась легендарная группа Джек. Есть еще один памятник и к этому памятнику мы тоже приходим. Я передаю слово следующему участнику нашего монетона. Таня, спасибо большое. Спасибо большое за твой рассказ. А мы уже будем приглашать в эфир, протянем вот сейчас как раз эта фотография у нас встала так как надо и мы сейчас будем приглашать в эфир следующего участника следующего участника нашего события. Таня, приветствуем тебя в эфире. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мой рассказ о тех людях, которые на протяжении самого момента своего зачатия существования 28 мая 1918 года не меняли цвет своих фуражек. Мой рассказ сегодня о пограничниках, об их участии в штурме Кёнигсберга и последующих после этого событиях. В парке Победы, в котором как раз и стоит памятник разведгруппе Джек, памятник был расположен в парке Победы. Парк Победы был открыт 8 мая 2000 года, расположен он как раз за мемориальным комплексом 1200 гвардейцам и слева от него находится открытый в торжественной обстановке 27 декабря 2016 года памятник пограничникам всех поколений. Две семиметровые стелы как украшают и на барельефах представлены как раз события, отражающие весь ход истории и развитие пограничных войск. Для нашего эксклавного региона пограничные войска безусловно являются наиболее важными. 22 июня 1945 года пограничные войска на западных рубежах приняли на себя самый первый удар войск вермахта. Извиняюсь, пожалуйста, очень волнуюсь. Да, все знают, 22 июня 1941 года. И только героизм и мужество пограничников позволили задержать такой натиск войск вермахта. 22 июля 1941 года на пограничников были возложены новые функции. Это действия в тылу действующей армии по охране как раз именно тыла действующей армии. В штурме Кёнигсберга принимали участие несколько подразделений войск НКВД СССР. Это пограничные полки, это конвойные полки и радиоподразделения специального назначения. на пограничные войска выпала очень нелегкая доля. По окончании штурма Кёнигсберга в период с 11 по 15 апреля 1945 года фактически пограничники пережили повторный штурм Кёнигсберга, потому что была произведена зачистка от войск сопротивлявшихся, конечно, не сдавшихся еще после объявления капитуляции от Толяшем. Зачистка велась в четырех направлений, чтобы представляли наши местные жители. Это нынешний проспект Победы, проспект Мира, улица Гагарина и улица Киевская. В такое кольцо сжимались не сдавшиеся подразделения. В основном это были яростно сопротивлявшиеся подразделения СС и Фолькс-Штору. Согласно сведениям Министерства обороны в ходе шторма Кёнигсберга и его пригородов было взято в плед 91 853 человека. Также пограничниками были в ходе апреля и мая 45-го года предотвращены порядка 4 тысяч случаев дезертирства, мародерства и фактов издевательства над местным населением и военнопленными. Абсолютно узнаваемые наши Закхаймские ворота и вот здесь располагались военнопленные. Самое большое расположение военнопленных было на нынешнем стадионе Балтика. Мы знаем об этом. Ну и 15 октября 1945 года, когда еще не был определен статус Кёнигсбергской области в составе РСФСР, а статус определился только буквально позавчера 7 апреля 1946 года, несколько пограничных частей приступили уже к охране государственной границы. За мужество и героизм проявленные в ходе штурма Кёнигсберга нескольким пограничным частям было присвоено почетное звание Кёнигсбергские. И так уж случилось, что на протяжении нескольких десятилетий самые западные и самые восточные рубежи охраняли пограничные части с почетным наивинованием Кёнигсбергский. Самую западную пограничную заставу это у нас в Калининградской области на Балтийской косе и самую восточную пограничную заставу это остров Ратманово в Беринговом проливе как раз и охраняли войны 95-го Кёнигсбергского пограничного отряда и 110-го Кёнигсбергских пограничных отрядов. Ну и завершая свой эфир в этот день да и хочу еще сказать, что к сожалению ветеранов остается все меньше и меньше. На данный момент в Калининграде проживает всего один участник Великой Отечественной войны пограничник полковник в отставке Эля Ариевич Вайнберг конечно тяжело об этом говорить но дай Бог им всем дожить до Дня Победы а нам всем и нашим внукам и правнукам и всем остальным передать ту силу которую они для нас сохранили на этой земле и уж в завершение именно своей части экскурсии поскольку имею полное право очень хочу представиться следующим образом рассказ об участии пограничных войск в штурме Кёнигсберга вела старший прапорщик запаса начальник секретариата 95-го кёнигсбергского орденов Ленина и Красной Звезды пограничного отряда старший прапорщик Буртужан доклад окончен спасибо Таня спасибо огромное чудесный доклад а мы а мы сейчас подключаемся с вами на нашего последнего участника сегодняшнего вот такого непростого очень трогательного эфира на Варвару Лалека Варя запрашивай эфир потому что да Варюша тебе слово Варюша тебе слово ну что друзья в нашем городе как мы сейчас услышали действительно много мест связанных с памятью той Великой войны у каждого калининградца при словах штурм Кёнигсберга в груди как будто что-то замирает и перед глазами возникает своя личная картинка как мы сейчас услышали какой-то свой уголок города связанный с Великой Победой мы послушали личную историю моих коллег рассказавших о своих памятных местах для меня как и для многих из вас друзья кто смотрит нас сейчас моим местом памяти является Пятый Форд предлагаю вам взглянуть на схему обороны немецкой крепости Кёнигсберг можно на предыдущую на этой схеме мы увидим три кольца обороны города крепости ярко-синим в центре обозначено внутреннее оборонительное кольцо протяженностью 15 километров что это такое это старинные крепостные стены с рвами валами укреплениями построены еще 150 лет назад но к началу штурма модернизированные моя коллега Ира рассказала вам о том что место для мемориала 1200 гвардейцам также было выбрано на валу возле рва и еще один участок внешней оборонительной линии хорошо знаком нам калининградцам по улице 9 Литовский вал следующее кольцо зеленого цвета это оборонительные позиции которые проходили по окраинам Кёнигсбергом о них мы поговорим немножко позже и самое мощное и самое страшное кольцо темно-синего цвета это внешняя линия обороны первое и главное препятствие на пути советских войск это не что иное как довоенная окружная дорога длиной 43 километра которой мы калининграду сейчас пользуемся посмотрите на нее как бусинки на нее нанизаны красные кирпичики форты прикрывавшие окружную магистраль таких фортов в нашем городе 15 расположены они равномерно примерно на расстоянии от 2 до 3 километров сделано это было не случайно если один из фортов выходил из строя два других могли перекрыть это расстояние перекрестным огнем артиллерии помните такое выражение русской на пушечный выстрел не подойти вот это как раз в точку как будто специально про Кёнигсберг было придумано у немцев же которые засели в городе с легкой руки некоего Йозефа Гебберса министра пропаганды было свое присловие жители столицы восточной Пруссии повторяли за Гебберсом пропагандисты всех мастей вы можете спать спокойно вас окружает цепь фортов неприступная ночная рубашка Кёнигсберга что же с тобой представлял фрагмент этой каменной ночной рубашки давайте разберемся да спасибо Танечка что же это за крепость которую нашим солдатам пришлось брать целых три тяжелых дня и три долгих ночи если мы взглянем на схему форта мы увидим что он напоминает нам огромную галочку вытянутую в длину и окруженную рвом длина форта в среднем 360 метров ширина 180 и все наши 15 фортов имеют примерно одинаковые объемно-планировочные решения и устройства если вас эта тема заинтересует вы после нашего эфира можете открыть на телефоне любую онлайн-карту и по очертаниям этих галочек водных руков легко сможете найти на современной карте Калининграда нашей форты кто учит английский вспомните пожалуйста что такое фортрес крепость Танечка нам не поможет или поможет крепость спасибо правильно крепость ну а форт это полевое укрепление входящее в систему обороны гарнизон форта состоял в среднем 200 составлял порядка 200 человек и планировка помещений вот можно приглядеться да с правой стороны у нас то что сохранилось на пятом форту планировка помещений была продумана до мельчайших деталей что было на форту казармы это жилые помещения и казематы склады столовые и лазареты спасибо конюшни и пороховые лаборатории каждый винтик на своем месте все как должно быть в размеренной мирной повседневной жизни через весь форт по центру насквозь проходит подземный коридор это центральная галерея или паттерна стержень форта его ось и вот с этой главной артерией сообщаются все остальные помещения форта относительно галереи смотрите центральной строение форта симметрично зеркально и сверху форт напоминает гигантскую страшную несущую смерть бабочку на ее туловище на главной оси расположена голова это штаб форта по бокам глаза наблюдательные пункты есть разящее жало это гнездо пулеметчиков из которого можно было простреливать боевую часть всего водного рва и главное ради чего в общем-то и строился форт это крылья бабочки сеющая смерть это боевые валы на которых стояли орудия на пятом форту стояло 8 орудий по 4 с каждой стороны ну и логично будет предположить если мы перейдем от схемы к фотографии самого пятого форта она уже у нас была то мы эту симметрию и увидим вот смотрим так да не так видно пятый форт сверху показывает нам что левое крыло нашей гигантской бабочки видите оно заросло все зеленью за 75 лет прошедших после штурма вот это левое крыло оно изувечено из Кромсона опалено огнем войны 75 лет назад кирпич здесь плавился с деревьями с землей бетоном с железом и вот еще одна фотография давайте посмотрим мы видим на ней входные ворота форт вот он вход справа окна бывших казарм там их немножко загораживает но поверьте мне там все в порядке можно жить несмотря на 75 лет отсутствие отопления а слева что что слева от входа да вообще ничего месиво груда бетона мешанина из кирпича земли и травы и так все это выглядит и по сей день вот для меня этот наполовину искалеченный пятый форт является метафорой мира и войны все что до войны имело смысл структуру четкую планировку будь то строение города страны людские судьбы законы все это жернова войны перемололи в безобразную жуткую кучу изменив мир навсегда и возможно вот эта символичность нашего форта это его двойственность сделала его местом притяжения для калининградцев во все времена после войны на форт начинается паломничество первые советские жители города привозят сюда гостей и приводят за ручку маленьких но уже коренных калининградцев здесь останавливались свадебные кортежи в 70-е годы я там была с кортежем ой здорово а что ж ты мне фотография не прислала у нас ее не искала 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 у нас ее не сфотографировали я искала но ничего такого не нашла тоже хотелось проиллюстрировать и вот в 70-е годы открывается мемориальный комплекс про него я не буду можете приехать посмотреть да расскажу только про вот этот вот монумент 47 лет назад он был возведен здесь ко дню победы и видите это скульптурный барельеф который запечатлел штурмовую группу всего 10-15 человек больше просто не поместится в казематах форта скульптор Валентин Мургунов мастерски передает устремление вперед вот этой горстке бойцов которые в едином порыве бросаются на мрачные амбразуры вражеской цитадели мы знаем что форт номер 5 является памятником и символом мужества советских воинов и 15 человек из числа воинов штурмовавших форт получили высокое звание героя Советского Союза все они благополучно встретили день победы и прожили долгие и мирные жизни все кроме одного его судьба удивительна и трагична свой подвиг этот боец совершил здесь на форту в день своего рождения это был пулеметчик звали его Иван Дворский с началом блокирования порта он проник в тыльную часть и огнем пулемета подавил сопротивление четырех пулеметных гнезд противника обеспечив проход штурмовой группы а на следующий день 7 апреля в ходе уличного боя в районе улицы Комсомольской он погиб было ему всего 26 лет у нас портрет же да похоронен на братском на братской могиле на улице Комсомольской а его товарищи продолжали штурмовать следующую линию обороны что это было уличные баррикады пулеметные гнезда минные поля километры колючей проволоки каждое практически здание приходилось штурмовать потому что оно представляло собой несколько ярусов обороны на цокольных этажах располагались артиллерийские орудия выше пулеметы еще выше пристреленные снайперские позиции и когда уже на исходе штурма можно следующую наши бойцы продрались к историческому центру города многие из них испытали настоящий эффект дежавю ведь перед ними снова встали рвы и валы красные кирпичные стены и ощетинившиеся пушками амбразуры бастионов третий оборонительный пояс внутри него был исторический город площадь была и осталась около 150 квадратных километров и вот вся эта площадь была превращена в сплошной укрепный район из 200 опорных пунктов состоящих вот одним из этих пунктов державшейся до последнего стала башня Дона поздно вечером 9 апреля на четвертый день штурма Кенигсберга командующий гарнизоном от Толяш отдает приказ войскам сложить оружие и Ирина уже упоминала что тем же вечером Москва салютовала героям штурма Кенигсберга 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий но здесь в Восточной Бруссии залпы победного салюта слышны не были и многие потерявшие связь с командованием соединения вермахта продолжали отчаянно сопротивляться последним оплотом кенигсбергской группировки противника стала башня Дона и только на следующий день 10 апреля здесь смогли выстрелы и по распоряжению маршала Васильевского командующего 3-м Белорусским фронтом на башне было поднято красное знамя победы сейчас здесь в центре города мало что напоминает о том огненном смерче который пронесся здесь 75 лет назад вокруг яркая зеленая зелень ярко-зеленая весенняя зелень спокойная гладь воды и все те же красно-кирпичные стены которые в ней отражаются и тишина хранящая память о грозных штурмовых днях но каждый год в эти апрельские дни тишина нарушается старые крепости оживают слышатся автоматные пулеметные очереди разрывы мин и снарядов крики в атаку за родину ура лязг оружия и шум рукопашных схваток это проходит реконструкции тех апрельских боев и башня Дона современный музей янтаря и пятый форт куда мы совершили сегодня виртуальную прогулку это постоянные участники реконструкции штурма Кёнигсберга так мы калининградцы отдаем дань уважения тем кто прорил кровь за то чтобы мы могли мирно жить на этой земле наши деды подарили нам жизнь а мы дарим им бессмертие я предлагаю нам с вами друзья представить себя бойцами идущими на штурм неприступной цитадели Кёнигсберг дымный полок небес нависает покров с моря летит словно кровью наполнен прострелянный ров на рассвете амбразура метель в упор цитадель бьет тактии для кого-то он станет последним апрель что в четыре опустили имбом поросли бульки раба и клетит только кажется все это было вчера гром и ветер амбразура метель в упор цитадель бьет как в тени для кого-то он станет последним апрель что в четыре в эту крепость ворваться не всем довелось через брешь оттого и молчит опираясь на трость уцелевшей амбразурами целит в упор цитадель бьет тактии для кого-то станет последним бред штурм в четыре спасибо варь спасибо спасибо варь но ты должна сказать кто написал стихи обязательно да стихи написал поэт фронтовик прошедший всю великую отечественную войну валентин цесоев балтийский установлен мемориальная доска этому замечательному поэту стихов у него прекрасных много вот это только одно из них которое мне кажется здорово зримо вот то что для нас гидов важно передать это состояние помочь увидеть то на что мы смотрим спасибо ну а музыка варвары лалойка открою тайну спасибо тебе спасибо за такую эмоциональную красную песню спасибо ну друзья мои мы наверное будем прощаться и вид у нас сегодня и так затянулся пришлось его перезагружать мы желаем вам хорошего дня и конечно же мирного неба над головой пусть все то что было здесь 75 лет тому назад никогда не повторится и город наш цветет и расцветает и дальше в столетиях и в веках до завтра всего вам хорошего будьте здоровы и берегите себя спасибо за субтитры спасибо за субтитры спасибо за субтитры